как сделать то же самое, но на ST. Есть у меня тут такая, оп, я удалю отсутствие проект макроблока, да, есть у меня тут такая штука, как subroutine.st, видите, папочка, я изначально про нее ничего не говорил, но subroutine.st, она есть в каждом проекте. Собственно, здесь находится под программой на ST. Здесь все традиционном уровне. Я создаю лист, new page. Вот она, ST function 01. И могу, значит, теперь открыть этот лист. И открывается, в общем, текстовый редактор, по большому счету. Вот он, редактор ST, текстовый редактор. Моя задача здесь создать какой-то функциональный блок. В общем, в качестве subroutine, в качестве под программ, вы можете использовать, кто знает ST, функции и функциональные блоки. Объект в программ, вы там использовать не можете. Объект в программ, это будет целая программа, написанная на ST. В данном случае, function и functional блок. Ну, давайте, functional блок мне больше нравится, потому что такая вещь более гибкая. Она, ну, я не буду вдаваться в подробности, чем отличается функция от функционального блока. Это класс, в общем говоря, почти никому ничего не сказал, я вас уверяю. Ну вот, но принципиальное отличие. У функции нет своей памяти, а у функционального блока она есть. Вот, это главное зерно, которое вы должны уловить. И это вносит очень такие радикальные отличия между этими двумя блоками. И потом, у функционального блока может быть несколько выходов, а у функции только один. Но главное ядро, это у функции нет своей памяти. Ну ладно, мы садим функциональный блок. Ну, здесь работа с текстовым редактором. Если вы знаете на память все команды, вы просто печатаете. Если вы их не знаете, есть control space, это такая подсказка. Control space, это подсказка всего доступного, всех переменных там и всех команд, которые доступны в ст. Ну, значит, дальше. Значит, мы должны сначала объявить функциональный блок. Значит, FFF function block. Enter. Вот он. Все, вот они. Я между между функция блок и n функция блок я должен буду написать код но сначала должен как-то назвать функциональный блок давайте я его назову май фб маль фб сумм 3 дата такой же сделать до 10 текст дальше соответственно по правилам языка ст я должна объявить переменные но до данном случае я не буду облиять внутренних переменных у меня все будет очень просто у меня будет вар вар input меня будут входы у меня будет проект примитивный блок сумматор тоже трех чисел значит in 1 , in 2 , in 3 так они будут int тип иметь замечательно знаете я это 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 синтез языка есть ничего не сделал вот этот . запятой и на 1 и 2 3 вы можете перечислить через запятую вы могли каждую перемену отдельно объявить как интеджер да вы это ваше право ну в данном случае удобно сделать так теперь я должен назначить выходную переменную вар аутпут она будет называться сумм 3 на такая же точно как в моем макросе который я делал ваша идея будет она будет инт тоже все готово собственно тело блока значит сумм 3 я всем путаю сначала двоеточие а потом равно но на дальше значит in 1 плюс in 2 плюс in 3 вот собственно вот она вот она моя формула заветная да видите я обращаю внимание то что мне ничего не подчеркнули это значит что я не сделать синтетических ошибок поэтому потому что пока я не устраню все ошибки во всех блоках которые я создал мне не дадут ни один из них использовать в программе потому что они хранятся в одном все сколько бы я не создал блоков они все будут храниться в одном файле а это что если хотя бы одна ошибка в нем будет хотя бы в одном блоке значит файл заведомо испорченный да поэтому я посмотрел что никаких ошибок ведь мне ничего не подчеркнули все хорошо я собственно все сделал правильно собственно здесь даже сохранять ничего не на все сохранилось как говорится до нас ну вот дальше я могу кстати насчет сохранения вантул ее надо периодически сохранять проект здесь кнопка есть знаете почему потому что вантул раз в недельку под такой плотной работой железно падает не чаще чем раз в недельку но раз в недельку падает поэтому поначалу было чаще но сейчас нет раз в недельку я думал падает причем она падает именно тогда когда вы забыли сохранить видим у нее что-то переполняется внутри чем чаще вы нажимаете кнопку сохранить тем тем реже падает вантул ну ладно все отличились теперь идем на наш main page и хотим использовать наш новый функциональный блок написанная ст но как как делом я не могу его сюда перетащить естественно видеть имени как не получается ну вот для этого я должен помните библиотека была кор ст называлась я должен сюда подключить библиотеку который обеспечит мне возможность использовать эти макросы написано на ст вот она корр ст эта библиотека содержит всего один элемент это вот собственно процедура входа видимо значит корр ст окей вот видите у меня здесь в списке библиотек появилась корр ст и здесь пройти корр ст вот он есть всего один видите блок корр ст я перетаскиваю на лист он таким безликим квадратиком перетаскивается теперь у меня здесь списочек всех функциональных блоков нужно осуществить всего один на самом деле это может быть хоть 25 быть но я выделяю тот который хочу нажимаю окей и вот видите мой функциональный блок превратится в такой вид и на 1 и 2 и 3 сумм 3 на выходе все пользуйтесь ничего не делал больше ничего не делал создал текст все проверил синтаксис ошибок нет все достаточно дальше я добавил в список библиотек библиотеку вот этого который содержит блок корр ст и все вытянул блок из библиотеки из списка выбрал да да направил сама из списка выбрал функциональный блок но у меня он один поэтому выбор был очень простой вот еще один экземпляр пожалуйста не вопрос здесь вот есть даже переключалочка сверху только она сейчас а вот ст вот он текстом он примитив ну это сами понимаете это не не то на чем следует учиться скажем а а у тебя ошибка что ну вот вы . на самом деле мои знания в ст ну не то чтобы ограничиваются будут вот этими знаниями да но они очень не сильно развиты прямо скажем и живу я без этого нормально так но я могу сказать что вот удобно когда я тут делал какую-то функцию меня вот такой рамп сделать плавно нарастающие сигнал который за определенное время только нарастал до сигнал может меняться как угодно а а на выходе он нарастает за определенное время там да такая формула с довольно такими точными вычислениями получается чтобы он приращивал там по этому кусочку производ в основном я только под формулу под какие-то но вот делаю ну потому что делать всю логику на стену это так хлопотно там что дайте на нем удобно строить дешифратор какой там есть такой вот кейс оператор кейс вы берете допустим какой-то интеджер и говорит что если интеджер это равен одному то на выходе будет столько что-то если двум то столько то-то то-то если трем то то-то можно очень здорово компактно в компактном коде сделать дешифратор там на 25 на 30 значений там просто если на fbd вы это будете делать у вас там будет достаточно много навороченной всякой ерунды особенности какие-то еще логика есть не просто на выходе появляется единица данная на логическом а если у вас появляется комбинация единиц при таком случае при таком случае при таком случае то на самом деле на ст это значительно изящнее и быстрее сделать чем вы будете на их бедитом колупаться да можно и всю программу но с листингом не так удобно работать как со в беде потому что это если ты строишь какую-то логическую операцию вот эти вот блоки атомы макроблоки они как это более очевидно показывайте перед глазами эту логику ой надо посмотреть что там доступно все там есть там практически все аналоги блоков которые в этих беде есть почти все по моему кстати есть они нет а счет ду таск слышнет ду таск здесь нет 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 смысла тут же можно возврат делать на тоже может цикл for а что такое твой этот самый он цикл и есть по большому счету ну там у тебя идет опроса что будет если это там и ты возвращайся на одно и то же место и тут for там там где можно сделать насте там нету ду таск точно нету ду таск но там может другими средствами реализовать нет здесь просто в этом нет необходимости я думаю здесь через for легко это организовать и так это не будет как такового проекта проект я вам дал и так хороший на диске он правда в чуть-чуть более ранние версии ну 525 35 дел но какая разница откройте его в этом повернется и будет вам как говорится счастье